Как вязать из пряжи Янард Флауэрс? Поговорим про особенности и правила вязания из градиентной пряжи. В этом видео я поделюсь с вами уникальными особенностями пряжи Янард Флауэрс, которая состоит из 50 процентного хлопка и 45 процентного акрила. Это сочетание делает пряжу износостойкой, эластичной и воздухопроницаемой. Идеально для создания всевозможных изделий от летних платьев до теплых кардиганов. Именно благодаря вот этим удивительным цветовым переходам каждое ваше изделие будет выглядеть очень неповторимо и стильно. Научиться работать с такой пряжей это отдельный навык и я покажу вам как это сделать правильно и красиво. И это видео станет вашим надежным гидом в мире вязания Янард Флауэрс. Обязательно останьтесь с нами до конца этого видео, так как я поделюсь своим методом распределения цветов пряжи в изделиях, чтобы результат радовал ваши глазки. И в этом выпуске я расскажу вам все, что знаю о пряже Янард Флауэрс и покажу как использовать ее для создания удивительных изделий. Вот что вас ждет. Это конечно же обзор пряжи, вы узнаете о ее составе и свойствах и для каких изделий она будет подходить. Разберем с вами этикетку и моток, как правильно начать вязание из центра мотка или другим способом. И вообще расскажу вам полезные советы о работе с пряжей. Разберем примеры изделий, подробные примеры с использованием для бактусов, летних кофточек и теплых свитеров. Расскажу о переходе цвета в наших изделиях. И напишите свой комментарий под этим видео. Расскажите, какие изделия, может быть, вы уже вязали из пряжи Янард Флауэрс и какие у вас возникали, может быть, вопросы, трудности во время самого вязания. Поделитесь с нами своими успехами или неудачами. Это поможет не только вам, но и другим нашим зрителям, которые ищут советы и вдохновения. Сегодня я хочу поделиться с вами личной историей о том, как я влюбилась в пряжу Янард Флауэрс. Меня всегда привлекала пряжу вот такого секционного крашения. И когда я увидела это разнообразие оттенков, градиента у этого производителя, то я не смогла устоять. Я купила несколько мотков, не имея какого-то конкретного плана. И просто в будущем что-то хотела связать. Сначала я боялась. Боялась вязать, опасалась, что не найду подходящие изделия или испорчу пряжу. Вдохновение пришло ко мне внезапно после просмотра мастер-классов по вязанию вот таких вот бактусов. Это было начало моей новой страсти. Потом я начала вязать летние кофточки с ажурными узорами. И, к моему удивлению, пряжа с содержанием акрила идеально подошла для летних изделий. И выглядели они классно. Потом я решила попробовать вязать уже плотные свитера с переходом цвета. И у меня получилось. И теперь я использую эту пряжу как для летних, так и для зимних изделий. Я просто адаптирую узоры от сезона. Но эта пряжа действительно стала универсальной. И теперь я экспериментирую с различными проектами буквально без страхов. Но если вы хотите научиться красиво вязать и понимать любые схемы из журналов и интернета, то приходите ко мне на бесплатный эфир. Как научиться красиво вязать крючком? Вам точно будет интересно и полезно. Каждому участнику вебинара мы подарим эксклюзивный каталог пряжи. И ссылку я оставлю в описании к этому видео. А если вы смотрите это видео с телефона, то нажимайте на название этого ролика и вам откроются все ссылки. Еще в вязании этой пряжи очень важно обращать внимание на переход цвета в модели. Потому что у Янард Флауэрс в основном четкие переходы цвета. Если вы вяжете, например, длинный какой-то ряд, то полоска цвета получится тонкой. А при переходе на более короткий ряд полоска шире будет. Ну вот, например, это особенно заметно в бактусах и вот в свитерах с круглой кокеткой. Она идет на расширение. Соответственно, цвет становится тоньше эта линия. А когда мы переходим на рукава, переход цвета будет шире. Просто имейте это ввиду и внимательно следите за распределением цвета в вашем изделии, чтобы результат радовал ваши глаза. Ну что, перехожу к обзору про состав пряжи. Давайте посмотрим на мою пряжу, которая у меня есть сейчас. Как видите, я любитель ярких оттенков. Ну, конечно, у меня были и пряжи Янард Флауэрс, и постельных, и мягких переходов. Я вам покажу чуть позже изделие из такой пряжи. Ну и с самого начала давайте с вами посмотрим на этикетку нашей пряжи. Это Янард Флауэрс. Подписана. Она вот такая вот красивая, сочная. И куда в первую очередь мы смотрим, это состав и метраж пряжи. Здесь 1000 метров 250 грамм. То есть, если в обычном мотке, к которому мы привыкли, это 100 или 50 граммовые, то здесь 250 грамм. Довольно-таки хороший моточек. И здесь 1000 метров. То есть, один километр пряжи. И состав 55% хлопок и 45% полиакрил. Ну, хороший акрил здесь. Я еще скажу сейчас про его свойства, плюсы и минусы. Вот эта пряжа, она окрашена секциями. То есть, она состоит, сама эта пряжа, из четырех ниточек. Даже не четырех, больше. Вот. И внутри она делится. И ее можно увидеть даже, как вот эти цвета. Видите, вот четыре ниточки. Три одним цветом и одна другим. И вот так, и вот так осуществляется переход. То есть, сначала добавляется, например, темный коричневый. И по одной ниточке, по определенным промежуткам добавляется. Сначала одна ниточка коричневого, затем две ниточки, потом три ниточки, потом четвертая желтая добавляется. И так далее, и так далее. И вот здесь вот такой плавный переход. Он заметный, но он считается плавным переходом. Здесь рекомендованный номер крючка номер 3, номер спиц чуть меньше 2,5. Вот здесь это обозначается. Вот здесь мы это смотрим. Рекомендованная стирка в 40 градусах. Можно чуть-чуть проглаживать, но нельзя стирать в машинке. Хотя, есть отзывы, которые в машинке вяжут, вяжут, стирают. И все в них хорошо. Нельзя отбеливать, нельзя сушить в сушилке. А так как здесь в составе идет акрил, акрил не любит тепла прямого. Поэтому такие изделия нельзя сушить в сушилке и на батарее. То есть, просто в разложенном виде сушить, конечно, можно. И что тут еще у нас интересного? А, вот здесь вот такой вот значок. Вот так он нарисован. Нарисован такой свитерок и написано 500 грамм. То есть, производитель нас заверяет, что на такой, два таких мотка, то есть по 250, 2, 500 грамм, можно связать свитер с рукавами. На самом деле, так и есть, но на размер там 42-44 у вас полноценный свитер из двух мотков получится. Если у вас размеры больше, то, соответственно, и мотков нужно будет больше. А если вы еще хотите попасть в цвет, в правильный переход, то нужно брать сразу четыре мотка. И про это изделие из четырех мотков я вам тоже расскажу и покажу. Из этой пряжи можно вязать как из середины ниточку вытаскивать, так и с ее края. В зависимости от того, какой узор вы хотите, чтобы у вас цветовое сочетание получилось. И вот здесь вот внутри производитель нас с вами позаботился. Вот этот конец нити, вот он. Изи старт написано. Вот ниточка прикреплена, то есть производитель Янард рекомендует начинать именно из центра вязать. Вот так вот вязать и вытаскивать. Если вы, например, вяжете, ну мне нужен переход цвета, чтобы он шел от темного вот сюда. Я беру пряжу с края. Но при этом лучше воспользуйтесь моталкой, да, вот таким держателем, который втыкается в пряжу, и пряжа вот так крутится на ней. И вы можете нить вытаскивать правильно, не сверху. Потому что если вы вытаскиваете сверху, она перекручивается. Велика вероятность того, что у вас сами петли будут перекручиваться, а нам с вами этого не надо. Поэтому если вы изнутри берете, то нормально. А если с наружного края, то лучше использовать какое-нибудь приспособление, которое будет разматывать моток вот так. Про свойства хотела вам сказать, что так как здесь и акрил и хлопок в составе, то некоторые опасаются вязать его на зиму изделий из этой пряжи, потому что там есть хлопок. Некоторые опасаются наоборот, что нельзя вязать изделие на лето, потому что здесь есть акрил. Но на самом деле здесь идет наполовину, да, состав хлопок и акрил. И толщина здесь сверхтонкая, поэтому это подойдет и для спиц, и для крючков. И при этом как раз таки хлопок дополняет акрил, а акрил дополняет хлопок. Например, акрил хорошо сохраняет тепло. И большой минус – плохо пропускает воздух. То есть если вы вяжете с чистого акрила, воздух будет задерживаться, вы будете потеть. Но в то же время свойства хлопка – это воздухопроницаемость. Поэтому два этих составляющих этой пряжи – это как раз таки хорошая воздухопроницаемость, но при этом тепло, если вы свяжете плотненьким узором. Акрил сам по себе не деформируется, а хлопок износостойкой считается пряжей. Поэтому изделия получаются прочные, хорошо держат форму. Акрил считается эластичным, а хлопок наоборот не эластичным. Но при этом у вас не будет пузырей на рукавах, как это было бы, если бы вы вязали из чистого хлопка. И еще у вас будут держаться резинки на ваших изделиях, потому что акрил эластичный. Вот такие вот хорошие, интересные свойства. Я вяжу изделия и на лето, и на осень-зиму из пряжи Yonard Flowers. И сейчас вам покажу эти изделия. Кстати, у меня тоже по этому поводу вопрос про изделия. Как вы относитесь к вязанию из акрила на лето? Есть ли у вас тут какое-то мнение? На этот счет поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно послушать, потому что для некоторых это категорически нет, для других это, пожалуйста, из любого акрила вяжу. Интересно почитать, что вы думаете на этот счет. Давайте начнем с самого популярного изделия из пряжи Yonard Flowers. Это бактусы. Бактусы разных узоров могут быть. И одного мотка как раз таки хватает на полноценный один бактус. То есть завязаться им и так далее. Что насчет распределения цветов? Посмотрите. Этот моток шел от темно-синего с промежутками к темно-черному практически. У пряжи Yonard Flowers есть подразделение. Есть, например, у конкретно вот этой Yonard Flowers состав хлопок и акрил. Есть Yonard Flowers альпака, который из этой. Есть Ангора, есть Yonard Flowers Rose Garden, где чистый хлопок. Есть Yonard Flowers Vivid, где хлопок с акрилом, но вот такая яркая расцветка. То есть очень много всяких вариантов. И также есть Yonard Flowers Moonlight, где добавлена вот такая блестючесть, вот блестки добавлена в пряжу, она такая становится немножко праздничной. И здесь вот у меня связан бактус из нее. Давайте обсудим в этом изделии наше распределение цвета. Здесь у меня идет с центра вязания и до его углов, до широких сторон. И когда мы вяжем на расширение, да, из пряжи Yonard Flowers, смотрите, у меня синий цвет и его много, потом переход много, затем становится все меньше цвета, переход меньше. Тут совсем серенький мало, да. Потом начинают внедряться черный, черный-серый, и вот черного совсем мало. То есть полоски цвета идут на уменьшение, потому что само полотно расширяется. И когда вы будете вязать вот так или из центра, у вас будет такой эффект. Например, кстати, по поводу акрила бактусы хорошо греют, и при этом вы в них не потеете, потому что здесь есть хлопок. Идеальная пряжа для вязания вот таких вот бактусов. А дальше, посмотрите, у меня есть летнее изделие. Летняя туника крючком из пряжи Yonard Flowers Vivit. Вот так вот она связана из центра. И посмотрите, у меня тоже идет здесь рисунок на увеличение. Сначала круг белого цвета, посмотрите, как много. А затем все меньше, меньше, меньше идет переход, переход цвета. И здесь вообще одна полоска по всей части. Это такое свойство, да, потому что все секции одинаковые у Yonard Flowers. Все одного размера. Но вяжете-то вы на расширение, поэтому вот такое вот будет. Здесь использовано два мотка. Получается спинка, перед связана одинаково, с одинаковым узором. На спинку один моток и на перед один моток. И при этом у меня еще осталось переход в розовый, бело-розовый такой цвет. Я его не использовала здесь. То есть здесь прям свободная туника на 48-й, я не знаю, 50-й размер может влезть. И моточки еще остались. Если вы вяжете, например, на 44-й, 46-й, может быть, вам хватило бы и одного мотка, но уже не было бы одинакового перехода цвета, да. Спереди был бы один цвет, сзади уже были другие переходы. У меня девочки на курсе, поэтому по этой кофточке туники вязали так. И было замечательно, было очень красиво. Так как здесь использован такой рисунок, такой узор, он дырчатый. Связан очень рыхло, очень рыхло, посмотрите. Я спокойно ношусь нижним бельем, не сильно он просвечивает. И вот такой вот узор, очень нежное получилось полотно. И в нем совсем не жарко. То есть из-за того, что здесь ажурный узор, вот такие вот дырочки, все прекрасно продувается, прекрасно носится. Летом, как безрукавка, да, как маечка-туника, замечательно смотрится. Как вам такая туника? И как вы вообще воспринимаете вот такие яркие кислотные цвета на лето? И я не стала, конечно же, останавливаться на достигнутом. И я связала еще и пляжный сарафан вот такой вот себе на отдых. Тоже это летнее вязание, тоже здесь большие дырочки. И получается связана круглая кокетка. Вот с таким вот узорчиком. То, что кокетка связана очень с таким солнцем, но для меня это было как раз, потому что здесь они как фонарики, не фонарики, а как эти крылышки, ложатся вот так вот. И для лета, для пляжа, тем более туники, смотрится хорошо. И дальше пошло вот так вот из круглой кокетки на расширение. И дальше по прямой. Свободный, очень свободный крой. Опять же, очень струящееся, очень легкое, продуваемое полотно. Я носила этот сарафан на купальник, на пляже где-то. И тоже смотрится замечательно. Давайте расскажу про распределение цвета. Здесь два мотка полностью использованы. И первый моток я брала с середины от темно-зеленого, шла к переходу, к переходу и к вот этому черному. Ну, то есть, так как вяжутся по кругу, было очень легко. Спокойно я связала до черного. А второй моток я взяла наоборот, с края соединила его здесь. У меня получилась такая черная полоса, большая. И потом я пошла уже как бы в клубке в обратную сторону и закончила темно-зеленым цветом. Обратите внимание, у меня здесь буквально широкое такое, широкий подол. Буквально хватило на один ряд зеленого цвета. А здесь вот сколько получилось. Опять же, мы увеличиваем полосы вязания рядов. Вот такой вот прекрасный получился сарафанчик из двух мотков Янард Флауэрс. Ну, а теперь от летних изделий можно переходить к более теплым, на весну может быть, на осень или даже на зиму. Давайте начнем с кардигана из шестиугольников. Вот такой вот у меня есть кардиган. Он тоже связан из пряжи Янард Флауэрс и Янард Флауэрс Мунлайт. То есть, здесь есть мотки и с блестящей вставкой. Их вот тут вот заметно. И есть простые, без вставки. История создания этого кардигана. У меня тоже есть полное видео большое на этом же YouTube-канале. Поэтому, если захотите, посмотрите. Там я более подробно про него рассказываю, как его вязать, сколько пряжи я потратила. Здесь четыре. Четыре мотка, но связанных не до конца. Почему четыре? Мне бы два вполне бы хватило. Просто мне нужен был гармоничный переход цвета. Потому что он связан из двух шестиугольников, соединенных между собой на спинке. Потом довязаны рукава несколько рядов. И довязан низ тоже несколько рядов. И мне надо было сочетание цветов, чтобы все совпало. Поэтому здесь четыре мотка. Но хватит и двух. Если хотите смотреть мои новые видео, то обязательно подписывайтесь, если вам понравилось. Тем более, это видео про кардиган. Тоже буду рада вашим лайкам и подписке. Вот. Здесь, посмотрите, тоже узор довольно-таки дырчатый. Да ведь? Но связано уже более плотно, чем, например, летний. Да? Здесь столбики с одним накидом, а здесь столбики с двумя накидами. Более плотный здесь вариант. И получается более теплым. Он более закрытый. Смотрите, есть рукава, удлиненный вариант, резинка. Все это хорошо согревает. И я могу использовать этот кардиган и на прохладное лето, когда, например, ветрено или там, я не знаю, плюс 20. Либо я могу использовать его на весну, когда потеплело. Либо вообще могу носить зимой вместо кофты под, там, я не знаю, пуховик или пальтишко. И посмотрите, какой переход, да? От светла, почти белого, к коричневому, темному. И покажу вам мой самый любимый свитер из пряжи Янард Лаврс. Он полностью закрытый. Он теплый, согревающий. А вот с таким рисунком, с круглой кокеткой. И здесь длинный рукав с манжетами. Тоже длинный, удлиненный низ. И своротничок стойка. Вот он. Что хочу рассказать про эту модель. Посмотрите, здесь тоже переход цвета. Но мне надо было, чтобы тоже переход был гармоничный, чтобы все мне понравилось, именно как переходит. И надо было рукава сделать таким же переходом, как и низ, так как это круглая кокетка. И смотрите, что произошло. Я взяла 4 мотка, наученной опытом, что надо брать 4, чтобы у тебя все совпало. Я брала у каждого из мотков. Например, у меня здесь не один моток использован, а сразу 2. Что это? Это когда мы берем один цвет сразу с двух мотков. Потом, когда идет другой переход цвета, вот здесь вот, например, светленький. Я беру один моток, извязываю его. И со второго мотка беру тот же самый цвет. Да, я обвязаю нить. Да, я беру с двух мотков. Но это стоит того, чтобы узор у вас здесь был не тоненькие полосочки, а вот широкие, как я и хотела. Вот так вот у меня это получилось. Затем, я когда довязала кокетку, мне надо было перейти на рукава. И тут тоже мне помогло то, что у меня осталось еще два мотка, которые я использовала. То есть у меня розовый цвет остался от двух мотков еще, да, вот это, который я не использовала на рукава. Я его отмотала и убрала. А сразу началась зеленого. Два рукава, один моток, второй. А третий, который остался вот здесь вот, я продолжила низ. Вот видите, здесь есть, видно полосочки перехода цвет. Они незначительные, их не сильно заметно. Сильно заметно, когда идет другой цвет, прямо другой сочный цвет. То есть, например, здесь будет хороший переход вот в этих цветах, но когда у вас из желтого появится коричневый, это будет бросаться в глаза. Ну, это так задумано, это выглядит красиво, это не отталкивает. Вот поэтому можно тоже так же связать из четырех мотков. Хочу рассказать вам про одну историю, которая со мной приключилась в этом свитере. Скажите мне, пожалуйста, милые подписчики, сохраняете ли вы этикетку пряжи перед тем, как начали вязать? Потому что на этикетке пряжи также есть номер цвета и лот партии. И так получилось, что у меня было два мотка на этот свитер. Но так как я хотела из четырех вязать, я связала кокетку из двух мотков, чуть-чуть тело продолжила, а потом я понимала, что мне надо на рукава докупить два и на горловину, да? И я купила. Я просто зашла в магазин, я же знаю этот переход цвета, я купила. Но проблема была в том, что вот здесь воротник, он с розовым оттенком, а вот которую новую я купила, он был чуть-чуть с оранжевым оттенком. И если эти две пряжи между собой не поставить, этого даже не видно было. Но когда я связала этот воротник, это прям бросалось в глаза. Здесь прям с розовым отливом, а вот тут уже с оранжевым отливом. Конечно, это было некрасиво, поэтому мне пришлось купить еще два мотка. В итоге у меня было шесть мотков на этот свитер. Но я их использовала, конечно же, у меня еще два лежат, ждут своего часа. И вот такие вот изделия я носила его и осенью, и зимой. Летом нет, конечно, да, в летом в таком будет жарко. Посмотрите, я вязала в раскол столбики, в круговую, они очень плотно к друг другу лежат. Вот, очень тепло в свитере. И то, что здесь есть длинные рукава, если бы здесь был только хлопок, то рукава со временем в локтях бы вот так вот вытягивались. Это, конечно, решается новой стиркой, но так как тут есть акрин, этого эффекта у вас не будет. У вас всегда будут хорошие, не вытянутые рукавчики. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какое из изделий вам понравилось больше всего, какие идеи, может быть, вы взяли для себя из моего показа. Как видите, пряжу Янард Флауэрс я очень люблю, и довольно-таки много из нее вяжу. У меня есть еще и шарф, и детский кардиган, который уже дочка из него выросла. В общем, есть куда развернуться, и мне кажется, что Янард Флауэрс это довольно-таки универсальная пряжа, которой любой желающий найдет, что конкретно из нее связать. Я искренне надеюсь, что это видео оказалось для вас не только полезным, но и вдохновляющим. Вязание крючком – это вообще не просто хобби, это способ выразить себя, создать что-то уникальное и даже улучшить свое эмоциональное состояние. Я благодарна каждому из вас за интерес к вязанию и за то, что вы выбираете мое видео для обучения и вдохновения. Конечно, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А если вы только начинаете свой путь в мире вязания или желаете усовершенствовать свои навыки, зарегистрируйтесь на мой бесплатный вебинар «Как научиться красиво вязать крючком». Это отличная возможность углубить ваши знания и попрактиковаться в новых техниках. Переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы записаться. Не забудьте, каждому участнику вебинара мы подарим эксклюзивный каталог пряжи. Вяжите с любовью и легких вам петелек. Продолжение следует... Продолжение следует...